Всем привет, добро пожаловать на канал Спортдилеры. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о самых значимых бойцах и ярких моментах, которые проходили в 2022 году в мире поп ММА. Начну я наверное с Фариды Дулаева. Это молодой проспект, который заявил о себе настолько ярко, что о нем начали говорить очень часто в медиаполе. Он занимался агрессивным трэштоком, привлекал к себе внимание, в общем делал все, чтобы раскручивать свои бои. Но к сожалению в 2022 году его настигло 6 поражений к ряду. И каждый раз, когда он проигрывал, лично я давал ему шанс. Думал, ну сейчас он реабилитируется. Несмотря на все свои поражения, за ним все-таки продолжала следить аудитория и он оставался на пике своего хайпа. Насколько мне известно, у Фариды Дулаева был подписан контракт с нашим делом. И Артур Арутюнян естественно был недоволен серией поражений своего бойца. Поэтому он взял небольшую паузу и вот буквально недавно на последнем турнире нашего отдела Фариду Дулаеву все-таки удалось прервать свою серию из поражений. Поэтому надеюсь, что Фарид подтянет свою спортивную подготовку и будет выглядеть так же ярко, как и в последнем бою. О втором человеке, о котором я хотел бы поговорить, это Кимчи. Кимчи из обычного блогера, который обсуждает поп-мм бои, смог стать практически настоящим спортивным журналистом в мире поп-мм. Он запустил свои подкасты, начал выезжать на ивенты, начал брать уникальное интервью сразу после боев у бойцов. И доверительная база Кимчи настолько выросла, что даже главы промоушенов, такие как Анатолий Сульянов, Артур Арутюнян, начали давать ему интервью и делиться с ним о своих планах и планах ихних промоушенов. Еще один из ярких бойцов в мире поп-мома в уходящем году стал Мурат Легенда. Да, это тот самый Мурат, который кинул таксиста, но именно в этом году он смог проявить себя как боец поп-мома. Несмотря на то, что он в первое время не проявлял никакого интереса к миру поп-мома и боям, он все-таки решил подраться. Отправной точкой для него стал бой со шведом. Это было достаточно яркое противостояние, которое набрало достаточное количество просмотров, чтобы понять, что Мурат Легенда интересен зрителю. В этом году он все-таки смог закрыть вопрос с Вадимом таксистом, проведя с ним бой на ринге. И также можно ответить кровавый бой против Черкасова. Это было по-настоящему интересное и захватывающее зрелище. Ну и, конечно же, первый бой с Вадимом Вадимовичем, когда его душили, и он смог протерпеть на конвасе и дождаться гонга. Этот поступок отметил его морально-волевые качества как бойца. Ну и, конечно же, Святослав Коваленко. Блогер, который стал бойцом поп-мома. Его рубрика по хатам, где он брал интервью у бойцов поп-мома, а потом дрался с ним в ринге, со временем смогли трансформировать его в профессионального бойца, который участвует в боях даже против таких именитых бойцов, как Александр Емельяненко. Также Святослав Коваленко дрался против проф-бойцов не только из мира поп-мома. И каждый раз, когда он выходил на ринг, было сложно поверить, что он одержит победу, но каким-то чудом он ее одерживал. И, несмотря на то, что Святослав Коваленко продолжает называть себя блогером, он, очевидно, стал настоящим бойцом поп-мома. В 2022 году было много неоднозначных ситуаций в мире поп-мома, которые заставляли задуматься о том, в каких рамках находится этот сегмент. Были и драки, были и потасовки на конференциях, было и осуждение со стороны зрителей, было и признание. Поп-мома все больше и больше захватывает интерес зрителей, и не только те, которых я перечислил, и другие бойцы поп-мома, которые создают шоу, создают контент и популяризируют данный сегмент. Некоторые лиги уже трудно назвать лигами поп-мома, например, такие лиги, как Хардкор, Топ-Дог, они явно выходят за рамки формата поп-мома. Ну и напишите, какие, по вашему мнению, яркие моменты в поп-мома происходили в этом году. Напишите об этом в комментариях. Ну а если вы хотите заказать спортивное питание не только, то вы сможете это сделать по ссылке в описании на нашем сайте.